Привет всем, с вами Кальян и прошу прощения за задержку с выпуском этого ролика, поскольку YouTube два дня не позволял мне залить вообще что бы то ни было, он ругался на какую-то непонятную ошибку при загрузке ролика, поэтому не получалось залить. Ну а сегодня мы рассмотрим заклинание, создание заклинания и там может быть что-нибудь еще. Итак, заклинание находится в разделе Magic, непосредственно Spell. Здесь у нас множество различных заклинаний, то есть по типам. Это способности, либо заклинания, либо яды, зелья. Тут все в перемешку идет, поэтому мы выберем непосредственно заклинание. Самое простое, что можно сделать, это сделать копию с какого-то объекта. Но перед тем, как делать копию с заклинанием, хотелось бы отметить следующее. У многих, ну я точно знаю, что есть люди, у которых при открытии заклинаний в заголовке, в имени и в эффектах, всякие там иероглифы, закорючки и в общем нечитаемый текст. Что здесь, что здесь. Поэтому в описании к ролику есть, ну скажем так, инструкция, как это исправить. У меня самого была подобная проблема, я ее решил как раз по методу, который описан ниже. То есть под роликом можно прочитать, как избавиться от всяких вот этих непоятных закорючек. Итак, отсортируем по имени name и выберем, давайте выберем, не знаю, выберем цепную молнию. Где-то я помню, видел такое заклинание. Вот она, цепная молния. И я не буду сейчас делать копию цепной молнии, потому что я создал новое заклинание. Цепная молния нам еще пригодится, пока что. Но вот так вот я сделаю. Значит так. ID. ID, разумеется, у нас уникальный. И всегда, разумеется, на английском. Далее идет имя. Усиленное заклинание холода. Пусть будет так. Далее идет тип. Ну тут все просто. Заклинание или сила голоса. То есть тум или яд, или болезнь. Заклинание. Постоянный эффект. Постоянный эффект. Что есть что. Вот в типе кастования. Постоянный эффект это эффект на себя, грубо говоря. То есть вы надеваете. Это эффект, который будет постоянно присутствовать с вами, скажем так. Так. Концентрация это тот вариант заклинания пламя. Это пламя, по сути говоря. То есть вы выбираете это заклинание, кастуете его на куда-нибудь, на цель, на землю, на дерево, на стену. И заклинание будет длиться до тех пор, пока вы не отпустите кнопку или пока у вас не закончится мана, то есть магия. Fire and forget это тот вариант, когда вы, скажем, сражаетесь с кем-то в ближнем бою. Там на вас сзади там лучник стреляет. И вы по этому лучнику огненным шаром каким-нибудь попадаете. Ну то есть выстреливаете в него огненным шаром и обратно продолжаете сражаться в ближнем бою. То есть fire and forget это когда вы выстрелили и собственно можете забыть дальше про само заклинание. То есть можно не следить его за ним. Я выберу концентрацию, потому что мне она понравилась, мне очень нравится, это забавно. Далее, ну я не помню как пиваться слово delivery, я могу описать, что здесь можно выбрать. То есть на себя эффект, который будет происходить на вас. Либо, ну скажем, это восстановление здоровья или там сопротивление чему-нибудь. Эффект на себя. Сразу я перейду к последнему. При касании это на оружие всегда. То есть, не знаю, яд, например, какой-нибудь. Там или уменьшение здоровья, к примеру. Это на оружие обычно выбирается. Далее идет три пункта на себя. Три пункта на цель. И сложность в том, что здесь, ну, некорректно переведено. Я не знаю, как бы это было в оригинале. Но я знаю, в чем разница. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Разница в следующем. Здесь есть просто на цель. То есть на вашего противника. Есть два варианта цели на локацию и на выбранного персонажа. Вот тут вообще очень сложно, на самом деле, сказать, что есть что из этого. Потому что разницы между второй и третьей строчкой никакой. То есть, что-то из них это таджет локейшн, что-то из них таджет экса. Вот тут не подписано, поэтому мне непонятно, что есть что. Поэтому, если бы просто... Я бы на нашем месте забыл бы про эти два заклинания. Я бы выбрал просто на себя, на цель и при касании. На цель это на вашего противника. Собственно, вот так и надо выбрать. Далее. Меню, дисплей, обжект. Это то, что отображается у нас в инвентаре. Те заклинания начинаются со слов Мэджи. Мэджи. Я думаю, этого вполне достаточно. Мэ. Вот. Мэджи. И дальше там идут различные эффекты. Ну, давайте выберем... Шок Шаут Фроуд. То есть... Это же эффект, почему бы нет. Можно, конечно, выбрать Шок Шелл Арт, но давайте Шаут Фроуд. Далее. Это экипировка. То есть, Both Hands обе руки. То есть, с двух рук. С двух рук. То есть, это заклинание будет касаться с двух рук. Either Hand. Это возможность касования с левой рукой, правой рукой, с двух рук. Как хотите. То есть, разница между Both Hands и Either Hand в том, что Both Hands это две руки обязательно. А Either Hands дает нам возможность выбора правая рука, левая рука или, ну, два потока. То есть, с правой и левой руки одновременно. Вот. То есть, это будет два отдельного, грубо говоря, потока, которые будут скрещены. Ну, вы поняли я. Я думаю. Both Hands это... Обязательно только с двух рук. Я это, кстати говоря, сейчас и выберу. Далее идет левая рука. Это зелье. Правая рука. Щит или голос. Ну, у нас, очевидно, щит нам не нужен. Голос тоже. Я выберу две руки. Далее идет Casting Perk. Это возможность привязки перка. То есть, ну, чтобы у вашего персонажа был какой-то определенный перк. И только при наличии этого перка можно было использовать заклинание. Я выбрать этого не буду. Далее идут пять строчек. И когда я говорю не используется, это значит, что эта функция не используется, а не то, что я не знаю, что это. Так вот, Disallow, Spell, Adsob или Reflect. Эта функция не используется. Я не знаю, что это. На официальной вики тоже не знают, что это за функция, поэтому мы ее опустим. Она не используется. Так же, как Destruction Data там где-то еще. Не используется. Ignore Resistance. Это игнорирование сопротивления. То есть, когда противник кастует на себя такой специальный щит, который не позволяет... Который отражает все заклинания. Так вот, я так полагаю, что эта функция как раз позволяет игнорировать данное сопротивление. Area Effect Ignores Loss. Loss это Line of Sight. То есть, линия видимости. Соответственно, чем... Ну, в общем, если вы видите персонажа, противник, вы можете по нему ударить заклинанием, и он получит урон. Если же вы противника не видите, хоть и знаете, что он, скажем, он за этой стенкой, он урона не получит никакого. Соответственно, если вы отместите эту галочку, то будут игнорироваться все стены. То есть, просто противник, если будет там где-то у вас, вы можете по нему ударить, и эффект пройдет. PC Start Spell. Это начальное заклинание персонажа. Ну, брать его тоже не буду. No Dual Cast Modification это никаких модификаций... Я так понимаю, это никаких модификаций оружия. Ну, не оружия, в смысле, заклинания. То есть, какие модификации не будут приводить к изменению силы, продолжительности, стоимости. Вот так как-то. Но, опять же, это мы трогать не будем. Далее идет записание. Кнопка, которая тоже не сильно используется. Мы ее не будем тестировать, нам это не надо. Далее идет эффекты и автокалькуляция. Автокалькуляцию я советую вам оставить, потому что с ней удобно. На самом деле. Она все за вас посчитает. Вот это поле и вот это поле. Переходим, соответственно, к эффектам. Но, перед тем, как перейти к эффектам, хотелось бы отметить следующее. Здесь используется Magic Effect. Если мы перейдем сюда, мы увидим здесь и откроем ледяное копье, скажем. Мы увидим просто огромнейшее количество параметров. Это и визуальные эффекты, и звуки, описания, возможности каста, уровень заклинаний, уровень навыков, который необходим для заклинания. Кого можно атаковать, ключевые слова, названия, всякие типы, параметры каста. Очень много всего. Это тянет на отдельное видео. Может и будет, кстати говоря. Но сейчас это я рассматривать не буду никак вообще. Просто знайте, что это есть. Вы можете что-то здесь модифицировать, но это уже сами. Сейчас я к этому обращаться не буду. Поэтому давайте вернемся обратно к заклинанию. Клавиша в этом поле New. Что тут можно увидеть? Можно увидеть, что у нас по умолчанию появилась надпись «Концентрация» и «На цель». Поэтому теперь в списке эффектов будут показываться только заклинания, которые у нас относятся к категории «Концентрация». То есть, скажем, если здесь у нас «Fire and Forget», то тут у нас «Концентрация». Поэтому, кстати говоря, это можно больше... Да, нам это не надо. Нам это можно закрыть. Как это проще вообще сделать? Как проще добавить заклинания? Поскольку, если вы не понимаете по параметру «ID», переходите просто в «Magic Effect», крутите в сторону, находите слово «Casting Type». Вот. И сортируете по этому типу. Тогда вы находите ниже «Концентрация». Вот она. Ее не так много, кстати говоря. Вы находите «Концентрация». Вот так вот. И теперь вы знаете... Вот так вот я скрою. Это все пока не надо. А теперь вы знаете, что есть что. Скажем, вы хотите добавить, добавить хотите, например, концентрация, да? Например, обморожение. То есть, «Wisp, Frost, Kong, Short Rage». Это концентрация, обморожение. Здесь, кстати, обморожение получше. Вот это вот. Frost Damage. И дальше уже. Дальше нам уже не сильно важно. Вот. Frost Damage Aim. Выбираем. Выбрали. Это «Конк». «Конк» означает, что это концентрация. Далее прописываем мощность. Ну, урон. Значение. Поставим 50. Дюрейшн мы указывать не будем. Здесь можно указать секунды, минуты, часы, дни. Но нам дюрейшн не нужно, потому что у нас концентрация. То есть, продолжительность зависит только лишь от нас. Тут сатириатом находится поле с условиями, где можно прописать... Да. Где можно прописать какие-то параметры. Но, опять же, мы это делать не будем. Нам это не надо. Выбрали. Нажимаем на «Ок». Если при добавлении эффекта у вас здесь ничего не появилось, сохраните заклинание, откройте заново и добавляйте эффект. Помимо обморожения, давайте добавим еще что-нибудь. Скажем... Так, мы ушли из концентрации уже. Добавим «Искры». Чтобы было интереснее. Вот, «Шок», «Дэмэдж». То же самое. Нажимаем «Ок». Как видите, автоматически идет подсчет всего. То есть, вот этот «Cost». Все считается. Но, опять же, если хотите, можете автокрепуляцию убрать и указывать параметры сами. И выберем, наверное, еще... Чтобы выбрать такое, попроще. Не самое массовое. Ну, я думаю, наверное, хватит на самом деле. Искры. Ображение и искры. Вполне достаточно. А, высасывание здоровья тут еще должно быть. Где-то. Вот, высасывание здоровья. Но это немножко не то, что надо. Нам высасывание... Адсорб. Все правильно, вспомнил. Правая клавиша. New опять. И вот. Адсорб. Health. Конг. Айм. Опять же. Давай мы поставим поменьше. 20. Окей. Все посчиталось. Если нам кажется, что здесь очень много, выбираем автопалькуляцию. Пишем здесь. Вот видите, как было. Ставим обратно. ChargeTime. 0.2. А здесь пишем 150, например. Нажимаем на ОК. И мы создали заклинание. Заклинание. Вот оно у нас в нашем разделе. В самом-самом вверху. Сейчас будет. И тут есть два варианта. Ну, конечно, можно добавить это в консоль, например, в заклинание. Но самое правильное, это сделать книжку и книжку им скинуть и отдать торговку. Поэтому в разделе Items переходим в раздел книг. Находим заклинание какое-нибудь. Ну, просто, чтобы было. Искры, например. Сразу меняем название. Скажем, Spell Tom. Фрости. Почему бы и нет. Здесь пишем, вместо искр пишем название нашего заклинания. И, кстати говоря, заклинание можно скопировать. Вставляем. Здесь тоже вставим название. И выберем заклинание, которое здесь. Игнорируем ошибки. Выберем заклинание здесь. Я уже рассказывал об этом пункте. О книгах. Создание книги. Там, ранних роликов. Посмотрите. Находим заклинание. Все. Больше ничего убирать не надо. Учительное заклинание. Ну, можно, конечно, стоимость сделать. Повыше, например. Вот так вот. И хватит вполне, в принципе. Нажимаем на ОК. Создаем новую форму. Теперь у нас есть наша непосредственно книжка, которая... Так, мы дайте бы ее еще. Спелтом. Вот. Так. Вот она. Эту книжку можно добавить куда-то. Можно выкинуть в мир. Положить просто на полку. Как хотите. Я добавлять не буду, но продемонстрирую вам сейчас, что в итоге у нас получилось. Итак, я нахожусь в Солитюде. Тут валяется книжка. Вот она моя. Я ее забираю. Я ее читаю. Перед этим обращаю ваше внимание на описание. Струя холода. Электрический заряд. И поглощение 20 пунктов здоровья в секунду. Все, как мы указывали. Прочитали. И теперь, перед тем, как непосредственно перейти к применению заклинания, я хочу вам кое-что показать. Значит, мы выбираем наше заклинание. Вот она. Магия. И... Вот, наше заклинание. Сбоку буковки LR это означает, что будет с двух рук. Вот, видим с двух рук. Но! Неважно, какую кнопку вы нажимаете, левую или правую, он у меня стреляет к одной руке. Это связано с тем, что один из магических эффектов, который я выбрал, был завязан только на одну руку. Поэтому, настоятельно рекомендую всегда брать Eyes of Hands и проверять магические эффекты, которые вы выбираете. Иначе может возникнуть ситуация подобной моей. То есть, одна рука у меня, по сути, не использует. Ну, а теперь давайте проверим действие, потому что сейчас вы видите эффект лишь подкидывая. А у нас есть еще и... Еще что-то там у нас есть. Ну, что-то здесь. Остановленный! Отступай! Какая неожиданность, а? Ну, надоело. Смешивайте различные заклинания. О, так, кстати говоря, заклинания. Еще кое-что хочу показать вам. У нас такой же эффект, что и на пламени. То есть, если мы возьмем пламя, она будет меня в одной руке. Не та рука. Можно так же взять ее в обе руки. Так же, как с заклинанием холода выходит. Но, видите, если с двух руки я стреляю 40, то получается эффектнее, чем если бы я делал бы то же самое с одной руки. Так что, соединяйте, как хотите, заклинания, миксуйте их, и все у вас будет круто. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Кальян. И до вторых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok